Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Три месяца назад мы приготовили сыр Пикорино Романо. Готовили его по рецепту из ингредиентов, предоставленных нам интернет-магазинов сырок.com.ua. Пикорино Романо, наверное, один из древнейших сыров в мире. Итальянский сыр, который своими корнями уходит еще к истокам Римской империи. Этот сыр в качестве основного питания носили с собой легионеры, уходящие в дальние походы. Ладно, что-то я затрепался. Дегустация у нас сегодня. Давайте попробуем сырок. Это терочный, твердый итальянский сыр. Сейчас возьмем терку, я теркой еще не вооружился. Но самое главное, я хочу разрезать его, показать, какой он на вкус и рассказать, что у нас получилось. Если бы сыра была большая головка, то вызревал бы он, наверное, около года. Но так как головка у нас достаточно небольшая, то я думаю, что три месяца вполне достаточно, для того, чтобы сыр достаточно высох и приобрел нужную структуру и нужный вкус. Итак, друзья, не буду целую головку резать. Хочу вот так вот отрезать краешек. Потому что быстро мы ее не съедим. Вот. И давайте сейчас покажу вам, что у нас получилось. Как обычно, в первую очередь, крупный план. Вот так вот выглядит сырок. Такой он очень-очень красивый. Ароматный, друзья. Это вообще. Ну и он твердый. Он реально хорошо. Действительно, он хорошо высох. Я думаю, что не зря я его не стал держать больше. Потому что у меня были сомнения. Еще месяцок или уже. Вот, наверное, правильно уже. Прежде чем натирать его, попробую все-таки отрезать кусочек, ломтечек. Получилось. Получилось. И, в принципе, сейчас будем дегустировать. Хочу показать, как этот сыр... То есть, он немножко мягче пармезана классического. Но все равно достаточно твердый. Для пасты. Просто для спагетти. Друзья, он так вкусно пахнет. Я вам передать не могу. Реально класс. Получилось то, что надо. Для всяких итальянских блюд. Для этого, как называются эти... Каннеллони. Вот, для каннеллони. В общем, применения у этого сыра очень-очень много. Ну что, давайте будем пробовать. Еще хотел попробовать его поколоть. Отлично колется. То есть, я люблю колотый сыр. Если он твердый, к вину. Особенно, когда вот эти вот колотые кусочки берешь на шпажку. Обмакиваешь медик. Вот. Я сейчас приготовил шпажку. Глоточек сухого вина. И сырочек медик. Ладно. Лучше хватит фантазировать. Давайте пробовать. Конечно, крупинок, как у пармезана, нет. Но совершенно непонятно, потому что вызревал он всего лишь 3 месяца. По поводу вкуса. У него какие-то апельсиновые нотки есть. Хороший, глубокий аромат. Вот. Я не могу даже немножко фруктовый. Немножко фруктовый какой-то аромат. Не могу чего-то определенного выделить. Ну, на мой взгляд, хороший терочный сыр. Конечно, до 3-х летнего пармезана ему далеко. Честно вам скажу. Что душой кривить, так сказать. Но в меру соленый с хорошим. Вот фруктовый все-таки послевкусие у сыра. Такое очень... Я ожидал, если честно, что будет грибной с ореховым вкус. А получился фруктовый. Первый раз мы его готовили. Ну, очень приятный сыр. Реально очень приятный. Очень хорошей консистенции. Как приправа, как заправка. Вообще просто супер. Друзья, что-то мне подсказывает, что у меня сейчас будет бутылка вина от Купорина. И я все-таки придамся, так сказать... Придамся. Почему я придамся? Да бухну я с этим сыром, наверное. Классный, вкусный. С удовольствием представляем вам наш Пекарина Романа, который у нас вызрел. Смотрите видео в описании этого ролика. Будет ссылка на видео, как мы его готовили. Рецепт приготовлений не сложный. Никакого там особого специального оборудования не надо. И реально через 3 месяца вы приготовите Пекарина Романа. Можете у себя дома получить хороший терочный сыр. Который можно вот так вот наколоть ломтями. И использовать как закуску. Можно натереть и использовать как ингредиент для вторых блюд. В общем, как угодно можно. Даже можно ломтями нарезать и погрызть. Сыр классный. Напоминаю, все ингредиенты и рецепт этого сыра предоставлены были нам интернет-магазином сырок.com.ua. Друзья, подписывайтесь на канал. Сыр получился кайфовый. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось и было полезным. А мы с Ларисой, естественно, готовим для вас новые вкусные сыры. Всего доброго. Пока.